Приветствую вас, я не являюсь психиатром и клиническим психологом, я являюсь психологом и соответственно отвечу вам с точки зрения психологии. Для начала, что бы я хотел вам предложить, именно предложить, это посмотреть в интернете такой так называемый сценарий, жизненный сценарий без чувств, например. сценарий без чувств, очень похож на ваш, ну, на то, что описываете вы, вот, очень похожи. Я бы даже сказал, что практически один в один, практически один в один. Вот. Значит, он, этот сценарий без чувств, характеризуется тем, что человек, находящийся в этом сценарии, ничего не чувствует. Склонен свои чувства, такой человек подавлять, принижать, обесценивать. И, по сути говоря, языком, вот именно языком профессиональным, да? У вас отсутствует детское эго состояние, то есть отсутствует статанность, отсутствует креативность, творчество. Некая импульсивность, может быть. Потому что всё подавлено надо. Всё подавлено надо. А если я хочу, или причиняю боль, вот, или не находили никакого выхода. Вот. То есть это вот такое подавление произошло. Собственно, депрессивное состояние само по себе, вот, оно и связано с тем, что человек подавляет свои желания. По факту. Как таковые. И здесь нужно работать над раскрытием этого состояния. Работать нужно с чувствами, с эмоциональным интеллектом. Для начала работы, я могу порекомендовать вам почитать книжку Федерико Перлза. Это практикум по гестарт-терапии. Вы в этой книге смогли бы найти базовые упражнения для повышения уровня эмоционального интеллекта своего. Что необходимо. Совершенно необходимо. Для вас. Потому что. Чувствуется прямо как. У вас вот. Отсутствуют. Отсутствуют ваши желания. Отсутствуют ваши стремления какие-то и так далее. Вот. Соответственно. Дальше, я полагаю, можно забронуть самооценку. То есть. Заниженная самооценка. Восприятие себя так, как будто с вами что-то не так. Вам что-то, ну, что-то плохое. Случилось, случилось. Что вы не такая, как, например, другие люди. Допустим. Что вы недостойны. И так далее. Вот. Это, соответственно, искаженные представления о себе. Так. На вас. Влияют. Здесь их нужно подвергать критике, критике конструктивной. Вот. И прорабатывать, прорабатывать, менять отношения ваши к этому. Я также полагаю, что у вас не дождаток уверенности в себе. Ну, то есть. Вы вообще не уверены в себе. Как мне кажется. И здесь, в общем-то, ничего удивительного нет. Потому что, откуда может взяться уверенность, если, по сути, вы не получаете никакой живой обратной связи от того, что делаете. Ну, от того, чем занимаетесь. Никакой живой связи вы не получаете. Соответственно, откуда здесь взяться может уверенность. Вот. То здесь, с чувствами поработаем, чувства немножечко раскроем. Вот. Уже можно будет создавать базис для уверенности в себе. Вот. Значит, страх близости у вас тоже есть. То есть. То есть, с одной стороны, помощи хочется. Ну, помощь. Вообще, помощи вы хотите. С одной стороны, да. Вот. Но, с другой стороны, может быть, вы помощи и хотите, но попросить о ней о помощи вы не можете. Потому что это близость, а близость это, что-то страшно для вас. Ну, скорее всего. Скорее всего. Дальше. Следующий важный аспект касается вашей мамы, по сути. Вот. Которая, собственно, и внушила вам, что вы ей мешаете. Ну, маме, маме мешаете. Вы мешаете своей маме, и вы, собственно говоря, и ведете себя так, как будто вы своей маме мешаете. Абсолютно. Адверь ваши желания, собственно, собственно говоря, свести счеты с жизнью. Вот. Потому что, ну, а мама, если вам в детстве, в детство, внушало, что вы, какая-то не такая, то, что вы можете, что вы можете думать о себе, вот. Ну, опять, все равно, все равно, что ничего хорошего. Поэтому, я думаю, что из всяких аспектов состоит возможная работа с вами, если вы захотите, конечно, это делать, если вы захотите, захотите, конечно, работать, вот. Потому что, ну, для этого нужно еще ваше желание. Вот. Что касается ребенка, да, то нет, нет, никто вам, по крайней мере, из квалифицированных психологов говорит, чтобы вы собрались, там, или что-то еще не будет, потому что это неправильно. Вы себя зажимали, вот, вы себя подавляли, делали все для своего ребенка, вот. Старались, грубо говоря, как могли, вот. Но это привело вот только к тому, что вы стали думать о себе еще, значит, еще хуже. Вот. Поэтому, поэтому я полагаю, что вот в таком направлении вам нужно двигаться. Далее, что касается вашего мужа. Я, если честно, не очень понял, что значит, вы с мужем общались три года 95% по телефону, и он заявил, что его не волнует ваша депрессия и проблемы, что вы будете вместе, только ждите. То есть, как у вас отношения с мужем-то развивались, и самое главное, какую гендерную роль вы для себя взяли, приготовили, вот, что стало возможным, вот эту. То есть, вы как будто бы его обвиняете в том, что он с вами общался вот столько времени по телефону, но ведь это была ваша ответственность, понимаете? как бы, это же вы решили, значит, для себя так общаться. И тут нужно понять цели для чего, зачем, зачем вы позволяли своему мужу общаться с вами так, и как вообще у вас откладывались отношения, это нужно изучить. То есть, вы же должны были встречаться, вы же должны были друг друга узнать, да, вы должны были, соответственно, пожениться. вот, это всё, как-то вот всё давно было происходить, и всё это, значит, соответственно, процесс, и процесс не быстрый. и то, что у вас получилось по итогу так, тоже нужно выяснять, вот, тоже нужно выяснять, исследовать и корректировать. Так что, вот, я думаю, вам именно так можно ответить на ваш вопрос. Куда пойти? Прямо здесь, на ресурсе, вы можете выбрать себе психолога и начать с ним работать. по темным направлениям, например, которые я озвучил, как вариант. Ну, начните с прочтения книги, ну, не с прочтения даже, а с исследования упражнениям, которые даны в этой книге. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи! Поехали! 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 Продолжение следует...